Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – классическая теория теплоемкости. План занятия. Первый вопрос – удельная теплоемкость идеального газа. Второй вопрос – термодинамическая температура, принцип детального равновесия. Третий вопрос – классическая теория теплоемкости. Четвертый вопрос – теплоемкость твердых тел, закон геолонгов Ти. Перейдем к первому вопросу – удельная теплоемкость идеального газа. Теплоемкостью тела С называется отношение бесконечно малого количества тепла Дельта Ку, полученного телом к соответствующему превращению ДТ его температуры, то есть С равно Дельта Ку по ДТ. Когда масса тела равна единице, теплоемкость называют удельной. Ее мы будем обозначать малой буквой С. Более удобна малярная теплоемкость. Так называют теплоемкость одного моля вещества. Эту величину мы будем обозначать большой буквой С. Удельная теплоемкость вещества – величина, равная количеству теплоты, необходимую для нагревания одного килограмма вещества, и определяется формула 1,2. Единица удельной теплоемкости – джоуль на килограмм кельви. А малярная теплоемкость – это величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания одного моля вещества на 1 кельви. И формула 1,3. Где нюк – это количество вещества. Единица малярной теплоемкости – джоуль на моль кельви. А удельная теплоемкость связана с малярным соотношением, то есть СМ равно С, умноженное на М, где М – малярная масса вещества. Следующий вопрос – это термодинамическая температура. Принцип детального равновесия. Понятие температуры вводится для характеристики различной степени нагретности тела. Чувственная оценка температуры сильно зависит от теплопроводности тела. В феноменалическом учении о теплоте температура вводится через понятие теплового или термического равновесия. Более общим является понятие термодинамического равновесия. Применяя терминологию, заимствованную из механики, говорят, что эти два тела находятся в термодинамическом равновесии друг с другом и имеют одинаковые температуры. Термодинамическое равновесие, как показывает опыт, в конце концов наступает не только в случае соприкосновения двух, но и в случае соприкосновения скольких угодно тел. Если соприкасающиеся тела химически реагируют друг с другом, то в результате химических реакций может происходить дополнительное нагревание или охлаждение. Но после прекращения химических реакций, в конце концов, устанавливается термодинамическое равновесие, при котором никаких макроскопических процессов уже не происходит. Каково бы ни было начальное состояние тел, изолированной системы в ней в конце концов установится термодинамическое равновесие, в котором прекратятся все макроскопические процессы. Это положение играет важную роль в термодинамике и принимается в ней за постулат, иногда называемый общим началом термодинамики. Перейдем к третьему вопросу. Классическая теория теплоемости. При вращении температуры ДТ не определяется еще полностью того бесконечно близкого состояния, в которое переходит система из заданного состояния. Рассмотрим, например, физическое однородное тело, состояние которого полностью определяется двумя параметрами, в качестве которых можно взять объем и температуру. Пусть исходное состояние изображается точкой М, которая зависит от объема и температуры. Посмотрим рисунок 1. Проведем прямую РС, параллельную оси объемов и отстоящую от точки М на величину ДТ. Все точки этой прямой изображают состояние с одной и той же температурой, Т плюс ДТ, но с различными объемами. Система из состояния М может перейти в различные бесконечно близкие состояния, РНС, лежащие на этой прямой. Всем этим переходам соответствует одно и то же повышение температуры, но, в общем говоря, различные количества тепла ДТК будут различными и теплоемкости системы при таких переходах. Поэтому теплоемкость есть характеристика не одного какого-либо состояния системы, а двух исконечно близких состояний ее, без которых одно является начальным, а другое – конечным. Вместо двух бесконечно близких состояний можно задать одно из них и направление пути перехода системы в бесконечно близкое состояние. Таким образом, теплоемкость не есть функция состояния тела, а является характеристикой бесконечно малого процесса, совершаемого телом. На основании первого начала термодинамики можно записать, что теплоемкость С равняется ДУ плюс ПДВ на ДТ, так как у нас ДУ равно ДУ по ДТ в постоянном объеме ДТ плюс ДУ ДВ в постоянной температуре умноженное на ДВ, то теплоемкость можно записать в виде 3.1. Объемы зависят не только от температуры Т, но и от давления П. В зависимости от того, как меняется давление, отношение ДВ по ДТ может принять любое значение. Чтобы придать выражению 3.1 однозначный смысл, надо фиксировать значение этого отношения. Иными словами, надо указать в плоскости ЛВТ направление пути, по которому система переходит в бесконечно близкое состояние. Так как это направление может быть любым, то теплоемкость С вообще говоря может принимать любые значения от минус бесконечности до плюс бесконечности. В частности, для изотермического процесса С равняется плюс-минус бесконечность, так как в этом случае ДТ равняется нулю, а Дельта Ку не равняется нулю. То есть для адрибатического процесса Дельта Ку равняется нулю, и также С равняется нулю. Особые значения имеют теплоемкости при постоянном объеме и постоянном давлении, обозначаемые символами СВ и СП. Если объем остается постоянным, то ДВ равняется нулю, и, следовательно, СВ равняется ДУ по ДТ В. Если же постоянно давление, то отношение ДВ по ДТ переходит в частную производную, то есть ДВ по ДТ В. В этом случае формула 3.1 дает следующий вид, как 3.3. Для разности теплоемкости СВ минус СП минус СВ получаем 3.4. То есть отсюда у нас идет сокращение ДУ по ДТ В. Можно записать другое выражение для СП, которым часто используется. Если процесс протекает при постоянном давлении, то на основании определения энтальпии Дельта Ку равняется ДА, поэтому СП равно ДА по ДТП в уравнении 3.5. Формула 3.3.3.5 позволяет установить зависимости теплового эффекта реакции от температуры. С этой целью продифференцируем уравнение, то есть ВВ, это энергия в постоянном объеме, равняется У1 минус У2, то есть минус Дельта У. Изменение внутренней энергии. А при постоянном давлении, то есть ВВ равняется А1 минус А2 равно минус Дельта Ай. По температуре используем формулы 3.4.3.5. В результате перейдем к следующим соотношениям. То есть ДВВ по ДТ равняется СВ1 минус СВ2, а ДВВ по ДТ – это СП1 минус СП2. Здесь буквы с соответствующими индексами обозначены теплоемкости всей системы до и после реакции. Теперь перейдем к следующему вопросу. Теплоемкость твердых тел – закон Вилонгоптинь. В качестве модели твердого тела рассмотрим правильно построенную кристаллическую решетку, в узлах которой частицы, атомы, ионы, молекулы, принимаемые за материальные точки, наблюдается около своих положений равновесия, то есть узлов решетки, в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Таким образом, каждой составляющей кристаллическую решетку частицы приписывается в три колебательных степени свободы, каждая из которых, согласно закону равна распределение энергии по степеням свободы, обладает энергией КТ, то есть внутренней энергии моля твердого тела, УМ равняется 3Н-авагадры КТ. Отсюда, учитывая, что Н-авагадры, умноженные на К, равняются Р, то есть газовую постоянной или универсально постоянной, то получаем, что УМ равняется 3РТ. Здесь ЭНА – это постоянная авагадра. А молярная теплоемкость твердого тела СВ равняется ДУМ по ДТ, то есть отсюда получается СВ равно 3Р. И оно примерно равняется 25 Джоул на моль Кельвина. То есть молярная теплоемкость химических простых тел в кристаллическом состоянии одинаково равна 3РН и не зависит от температуры. Этот закон был эмпирически получен французскими учеными Дюлонгом и Птинь и носит название закона Дюлонга и Птинь. Если твердое тело является химическим соединением, например, натрий-хол, хлор, то число частиц моли не равно состоянии авагадра, а равно ННА, где ННА – это число атомов в молекуле. Для ННАТРИХЛОР число частиц моли равно 2НА, так как в одном молекуле ННАТРИХЛОР содержится ННАТОМОВ НАТРИ и ННАТОМОВ ХЛОРА. Таким образом, молярная теплоемкость твердых химических соединений с ЭВой равно 3НН, то есть 25Н, Джоуль на моль Кельвина, то есть равна сумме атомных теплоемкости элементов, составляющих это соединение. Как показывают опытные данные в таблице, в которой показано на экране, для многих веществ в законе Лонга и ПТИ выполняется с довольно хорошим приближением, хотя некоторые вещества, как вилий, вор, имеют значительное отклонение вычисленных теплоемкостей. Кроме того, так же, как и в случае газов, опыты по измерению теплоемкости твердых тел при низких температурах показали, что она зависит от температуры, которая показана на рисунке, на экране, на рисунке видно. Вблизи нуля кельвин теплоемкость тел пропорциональна Т-куб, и только при достаточно высоких температурах, характерных для каждого вещества, выполняется условие 4.1. Алмаз, например, имеет теплоемкость, равную 3р, 3800 кельвин. Однако для большинства твердых тел комнатная температура является уже достаточно высокой. Вот на экране показано при теоретическое значение и экспериментальное значение теплоемкости твердых тел. Например, здесь на экране видно, что для алюминия теоретическое 25, а экспериментальное значение 25,5, а для алмаза экспериментально 5,9, то есть для многих твердых тел ихняя теплоемкость отличается от теоретического значения, но они приближены к этому значению. У нас лекция заканчивается, перейдем на вопросы для закрепления. Первый вопрос Удельная теплоемкость вещества величина равная Второй вопрос Для чего вводится понятие температуры? Третий вопрос Какова малярная теплоемкость химически простых тел в кристаллическом состоянии? Четвертый вопрос Как получить закон Дюгонга и ПТИ, исходя из классической теории теплоемкости? На этом мы сегодня заканчиваем лекцию. Спасибо всем за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...